Привет, мои родные! Вы находитесь на канале Бывшая Зычка. Те, кто меня еще не знает, меня звать Светлана. Я в своей жизни отсидела 10 лет, ребят. Это 2 года малолетки и 8 лет за Хаданской колонии. Конечно же, я на своем канале ни в коем случае ни одного, ни пропагандирую ни в коем случае никому из вас, я не пытаюсь навязать и сказать, что тюрьма – это романтика. Это неправда. На самом-то деле, все, что могло быть с вами прекрасное и драгоценно, оно все может оказаться там, по ту сторону. Не надо к этому стремиться. Не стремитесь никогда. Всю красоту и все мы здесь можем, понимаете? Здесь мы должны кайфовать от того, что мы на свободе находимся. Вот и все. Так, ну не буду я сейчас затягивать все вот эти прелюдия, которые обычно говорятся на канале. Короче, у нас сегодня с вами сериал. Вы его очень давно ждали. Я вам очень долго его обещала записать. Но вопрос не в том, что я там что-то потринкиваю, да, и подпиздехиваю, скажем так. Вопрос в том, что есть всевозможные свои какие-то проблемы, и у меня просто не получается в силу своего человеческого ритма. Человеческого ритма, скажем так. Вот и все. Ну, давайте начнем. Значит, мы остановились в той серии, что у меня с Сережей произошел секс. И я очнулась, а поняла, что у меня я забеременела. Ну, не знаю, девочки, кому как вот, кто как вот, да, кто-то там посмеялся, ой, ничего там, сразу там она. Да, да, я узнала сразу всех своих детей. У меня их два всего сына. Я прочувствовала сразу, мгновенно. Вот как только у меня произошло слияние какое-то вот с мужчиной, я сразу поняла, что у меня зачат ребенок. Вот бывает такое. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот у меня оно произошло именно так. И я, значит, всю дорогу мы ехали назад. Конечно, для меня это было, ну, не то, что там какой-то шок. Конечно, у нас с Сергеем до этого был секс. Что говорить, ну, просто вопрос в том, что мне это все было очень неприятно. Я по-скотски поступила по отношению к своему старичку. И, конечно же, я считала себя отвратительной девкой. Вот прям девка отвратительной, вот такой вот грязной девкой. Вот правда говорю, так мне было стыдно. Господи, так мне было стыдно. У меня, блин, по сути-то, вот, если вот так вот все взять, посмотреть, и мужиков-то ведь не было. Ну, так я себя каяла за это. Ой, как я себя каяла, как я себя ненавидела. Как я ненавидела этого Сережу. Как я вообще, вот это вот все, все, что со мной, вообще, блин. Ну, короче, я поняла, что в очередной раз у меня просто сломала жизнь, девчата. Вот просто, ну, мальчишки тоже, конечно же. Сломала вся жизнь в очередной раз. Ну, я ехала, и вот так вот, знаете, всю дорогу я вот так думала. Неужели вот, ну, ну почему? Ну почему? Десять лет. Просто десять лет я не могла иметь ребенка. Десять. Моему старшему сыну было десять лет на тот момент. Девять. Ну, девять. Девять. Я просто не могла иметь ребенка, да? Вот просто. А тут раз, и все. Ну, как так? Почему так вообще? Вот почему вот это вот все вот так вот происходит в жизни? Это удивительно просто. Вот почему такое вот происходит? Я уже знала прям на все сто процентов, девчат. Вот прям на все сто процентов. Я знала, что у меня сын. Я его уже назвала Никита. Мысленно, конечно же. Я прям сама мысленно говорила, что Никитка, Никитка. Все, и я где-то дня через три, после того, как мы приехали, дня через три я, короче, пошла, купила тест. А, нет. Через неделю. Через неделю. Конечно, мы этот инцидент, он все, он считался, ну, как исчерпанный. Как будто бы ничего и не было. И даже близко быть, ну, не должно было бы быть, что у меня даже ни в коем случае, ни Юля, никто не должен был пострадать от вот этого сумасшедшего, сумасшествия, которое произошло. Никто не должен был пострадать. Вот просто. И, блин, ну, ну, это вообще, это что-то с чем-то. И он пропал, короче. Он не появился. Он потому что понимал, он до такой степени меня изучил, вот он до такой степени меня изучил, что он прям понимал и знал, что лучше исчезнуть на время. Вот лучше на время исчезнуть. Мне надо свыкнуться, мне надо сжиться с этой мыслью. Понимаете? Сжиться. Я должна привыкнуть к этой мысли. И вообще я должна была все это осознать. Это ведь мгновение какое-то. Вот просто в какое-то мгновение это все произошло. И ничего, ребята, самое, что я вам хочу сказать, что ничего уже назад вернуть нельзя. Никогда. Когда вы что-то совершаете и делаете, на что-то вы идете, вы уже назад ничего вернуть не можете. Представляете? И, конечно же, для меня это было… Не нужно было это пережить. Я должна была это пережить. Я по-своему, как женщина, я была счастлива. Безумно. Потому что я верила в то, что я действительно у меня сидит под сердцем… Ну, зачат под сердцем ребенок. Я это чувствовала. Я это знала. Я как, как сказать, как самка. Я чувствовала своего детеныша. Я до такой степени его чувствовала, что он у меня есть. Это вообще… И когда начались первые признаки моего зачатия, вот это вот все, когда у меня вот началось, когда я уже стала понимать, что да, да, сто процентов я побежала за тестом. Короче, никогда я не забуду. Я когда уселась, значит, в туалете, ну, все как положено, да, как мы делаем. И вот так вот я смотрела на эту полоску. Ну, что там появится, что там будет, и когда появилось две полоски. А, блин. Ой, ну я такая была счастливая. Вам клянусь, я даже объяснить не могла, какая я была счастливая. А мне стало все равно на все. Что там случилось, что там со стариком у меня не сложилось, что там этот ублюдок, который даже не хочет появиться там на порог и как-то объясниться в трезвом угаре. Вот что… То, что он мне там всю дорогу ехал, там что-то впихивал. Это все это было. Мне вообще стало все равно. Я просто для себя определенно решила, поняла, что это мой ребенок, что никто никогда в жизни его не сможет… Ну, никто мне не помешает. Никогда я обязательно этого ребенка рожу, во что бы мне это ни стоило. Вот во что бы мне это ни встало. Конечно же, старичок мой начал мне звонить. Начал мне звонить. Значит, мы начали с ним общаться. И он мне такой говорит, просто вот ответь мне на один такой вопрос. Вот просто на один. Член семьи, а называл он его член семьи. Вот так вот он его всегда называл, член семьи. Он говорит, член семьи… Кто тебя повез? Ну, до меня вез кто? Я говорю, блин, да зачем тебе это все? Не надо. Не вникай. Ну, не надо. Я не та женщина, я ему все пыталась говорить, что я не та женщина, которая тебе нужна. Со мной ты не будешь счастливым. Я, короче, я плохая. Я плохая и не надо… Ну, не надо ничего. Все, я ничего не хочу. Я ничего не хочу, кроме этого ребенка. О чем разговор вообще? Я зачем буду с кем-то что-то обкатывать? Зачем мне это все нужно? Вы… Ну, я просто вот этого даже… Я даже этого… Я даже объяснить это не могу. Для чего мне это нужно было бы? Все, я… Процесс, процесс красоты… Вот то, что может твориться на планете Земля, он произошел. Основной, главный процесс жизни, он произошел. Я становлюсь мамой. Еще раз. В очередной раз я становлюсь мамой. Мне зачем обкатывать какие-то непонятные… Какие-то… Вообще, зачем мне это все нужно? Для чего? Даже не хочу ничего слушать. И не хочу вообще никакие темы раскатывать. Я счастливая. Все, я счастливая. Я начала… Я сразу же вам говорю, я бросила курить. Что с первым ребенком, что со вторым. Эта тема даже не обсуждалась. Как только я чувствовала, что я становлюсь мамой, я сразу же бросала курить. С первых секунд. Вот как только мне в голову пришло, кто-то вот мне сообщил и сказал… Все, сразу же. Даже тема не обсуждалась. Для меня… Это до такой степени… Ну, ребят, я вам даже объяснить не могу. Сам этот процесс, само вот это вот… Ну, это чистота, это… Ну, это такое блаженство. Это… Это Богом дано. И здесь до такой степени все должно быть чисто. Ну, вот кристально чисто. Ну, вот единственное, что проблема в том, что зачатие произошло вот такое вот… Блин, козлина, я бы сказала. Вот такая ситуация, что… Ну, я даже не знаю, как это сказать. Конечно, он появился. Появился. Значит, вот Сергей мне задал, ну, старичок мой задал мне вопрос, мол, типа, кто я ему. Объяснила. Ну, он говорит, я все понял. Тебя до меня довозил член семьи. Все это я понял. Все, объяснять мне больше ничего не надо. Я ему так и сказала. Я говорю, а знаешь, вот так-то по сути я и тебе и не объясняю. И оправдываться я не буду. Мы не были с тобой зарегистрированы. Я не была твоей… Ну, ты не объявил ты меня там и не сказал, что там ты моя женщина или там еще что-то. Вот так случилось, что… Ну, вот так вот наша жизнь сложилась. Ну, что теперь? Теперь ничего уже изменить нельзя. Конечно же, я ему не говорила, что у меня произошел секс там или еще что-то. Даже эта тема не обсуждалась. Но вот так вот я ему сказала, что извини, все, что от меня зависит, помощь, я никогда своих не бросаю. Никогда. У меня это всегда на первом плане. Сколько бы… Как бы там ни было, я всегда со своими иду вместе. Я не могу… Я жить не могу, если я брошу своих. Я не могу. Нет, я никогда не брошу. Кто бы мне что бы ни говорил, я всегда буду поддерживать до последнего. Значит, конечно же, я старичка своего поддерживала. Конечно же, он не хотел ничего от меня принимать. Ну, какие-то там у него были эти. Ну, мы оставили все, знаешь, как получается. Ну, как поддерживала, господи? Что я там? Вышли… Ну, пацаны едут туда. Ну, даже разговоры это уже не считалось. Он даже, по сути, вот я уверена, он до сегодняшнего дня не знает, что я что-то помогала и что-то делала. Вот почему-то я так думаю. Пацаны просто, я знаю, собираются, едут туда. Я всегда… Женька его друг. Я всегда ему… Я говорю, Жень, едешь? Он говорит, ну, конечно. Я говорю, ну, заедь, я тоже кое-что передам. Только не говори, что от меня. Не говори. Все, я знала, что он курил золотую яву. Я покупала по 10 блоков сигарет золотой явы. Все, я вот просто брала. Ну, Женя там свое что-то, это тарабанил, вез. Я брала чай, брала сигареты, все отдавала. Конечно же, старичок даже и не догадывался. Ну, если сейчас он смотрит, он только сейчас об этом узнает. Если он, конечно же, смотрит. Ну, я не уверена, что… Ну, хотя, хрен его знает. Мальчишки-то смотрят меня. Многие, кто, с кем когда-то в 90-х мы общались. И, может быть, вот так вот ему скажут об этом, что есть у меня канал. Ну, короче, вот так. Все, я стала просто очень такая счастлива, довольна. Значит, я была на все 100 подсо. Я побежала уже в консультацию, я встала на учет. Все, я жду ребенка. Все, я жду ребенка, я счастлива, я довольна. В очередной раз у моего ребенка я прекрасно осознавала, что не будет отца. Все это я понимала. Я ночами ревела, трындецко, правда. Как женщине мне было обидно. Обидно из-за того, что я столько раз пыталась построить отношения. Столько раз я пыталась все это, ну, как-то сделать, наладить. И все, и все вот так вот напрасно. Все коту под хвост, все коту под хвост. И все вот это тублюдо, который мне полностью, вот все, вот он мне всю жизнь портил всегда. Вот всегда, потому что он почему-то решил, что у него ко мне какие-то чувства есть, понимаешь. И вот так вот, короче, я довольна, счастлива. Но, девочки, ведь он так и не появлялся, он очень долго не появлялся. И по сути, правду от того, что у меня ребенок и мальчики, конечно же, извините меня, хорошие, что у меня, ну, что я в действительности беременна. Ну, что там я лепетала, что я там говорила, там, я там забеременела, там, да, что что-то там, ну, что-то там, мы пока ехали, я там говорила, ты ублюдок вообще, ты мне вообще напасная, потому что я точно знаю, что я беременна, я точно уверена в этом. У нас он говорит, да что ты гонишь, не может такого быть, там, с первого, ну, там, вот так вот раз и все. Ну, короче, естественно, он толком ничего не знал. А тут и моя подружка, ну, как подружка, подружка-лягушка, подружка-лягушка, она сейчас отбывает наказание, вот эта вот подружка-лягушка, которая встряла в очередную, ну, вообще у меня много таких лягушек-подружек, которые просто лезли в мою жизнь всегда, вот, ну, почему-то не спрашивая, а можно это сделать или нельзя, вот почему-то вот так. И тут, а тут что произошло? Она ко мне приезжает и говорит, Свет, ты в курсе, что Серега в больнице лежит? Я говорю, да ты что, а что с ним случилось? Ну, что-то, блин, я вот, ребят, я не помню, что с ним случилось, то ли он подрался очень сильно, то ли, вот что-то, ну, короче, что-то такое прям было, вот серьезно, он лежал в больнице. И она мне такая говорит, ну, лежит в больнице, я вот час от него, я говорю, а ты что к нему ездила? Она говорит, ну, просто ездила, мы же вроде как общаемся, там все. Он очень просит, чтобы ты приехала. Я говорю, в смысле, ты приехала мне об этом сказать? Она говорит, ну, короче, он прям просит, Светка, ну, ему так, блин, там вообще прям, ну, блин, ему там зашивали его, ну, короче, трындец, ему так плохо там вообще, ну, прям просит, чтобы ты приехала. она, она, конечно же, она в курсе была, что, ну, что я беременна. Она была в курсе. А я ей всегда говорю, я говорю, ты не вздумай языком хлистануть, поняла? Не вздумай. Хоть у меня и был с ним разговор, но конкретно, сто процентов, он не знал. А она такая, мол, типа, это, нет, нет, что-то я не скажу, я не скажу, что-то я не скажу. Ну, короче, это, больницу. Я говорю, ну, поехали съездим вместе только. Я говорю, я одна не поеду. Я говорю, поехали. Ему что там, передачу надо? Что надо? Что просит-то? А она такая, говорит, да нет, у него все там есть, мол, типа, просто хочет, что-то он с тобой поговорить хочет. Я не знаю, что, Светка, честно тебе говорю, клянуйся, я не знаю, что. А она такая врушка, она сама по себе такая врушка. Блин, ну, много кто, вот сейчас, если меня смотрит, и кто со мной, они понимают, о ком я говорю, это врушка, лягушка, вот эта вот врушка, она всегда врет. Всегда, на каждом шагу она врет и врет и врет. Я, говорит, даже не знаю, не знаю, прям, ну, что-то серьезно с тобой поговорить хочет. У меня сердце прямо вот так вот, йок-йок, йок-йок, йок-йок. Думаю, господи, неужели он узнал? Неужели он узнал? Думаю, господи, да как так? Да не может быть такого. Нет, я не то, что там, я бы не скрывала, я бы не скрывала, но мне, зачем мне это нужно? Я просто хотела благополучно, как-то спокойно это все пройти, знаете, вот без его вмешательства, без его какого-то там, этого, ну, чтобы он не участвовал в этом ни в чем. Я сама хотела вот все вот как-то, короче, ему я приезжаю туда, приезжаю, а значит, он выходит, ну, мы поговорим, говорю, что у тебя случилось? Он говорит, да блин, подрался там, по пьянке, я говорю, все, напиться не можешь, когда они тебя убьют, вот когда они тебя просто убьют, он говорит, да ты че, ну, он весь такой, весь такой на блаты, да ты кто меня, да ты че, там вот такой вот весь, весь вечно на шарнирах, вот всю свою жизнь, вот сколько я знаю этого гражданина, вот он вечно, весь на вот на этих шарнирах, вот такой вот, ну, ладно, короче, вот так стоим, разговариваем, все, и он мне такое говорит, что правда? Я говорю, в смысле, что правда? Он такой говорит, ну, правда ты беременна? Я говорю, ты что, вообще белины, что ли, обожрался? Или что у тебя, что здесь, передержали? Чем тебя здесь колят? Или что тебе здесь, какие таблетки дают? У тебя что вообще, ну, с чего ты вообще взял такие? Откуда у тебя это? Он такой, ну, я сто процентов знаю, что ты беременна. Я говорю, да откуда ты знать можешь? Кто тебе мог это сказать? Ну, и представьте, он вот так вот стоит и на нее поворачивается, говорит, ты это, говори, что говорила. Я вот так на нее смотрю. Ой, блядь. Вот я вот до сих пор, вот верите, нет, знаете, как я баб ненавижу? Бабы это такое, я вообще не знаю, вот, ну, не знаю, но я вообще не понимаю, зачем и почему так себя ведут женщины в таких ситуациях? Для чего они это все делают? Вот, что у нее в башке было, что она пошла, собралась, приехала, рассказала, зачем вообще? Я вот, что ее, кто ей руководил в этот момент? Вот вопрос такой. Кто руководил? Кто ей в голову, в ее влез, вот в эту головешку, головку, я бы сказала, вот в эту головку пустую, вот кто туда залез и ей сказал, соберися и едь в больницу срочно? Короче, это, ну, она такая, ну, Свет, ну, что ты, мол, типа, ну, скажи, это, ну, ну, что ты не хочешь сказать? Ребята, я так хочу, чтобы вы помирились, я так хочу, чтобы у вас все было замечательно, ну, все-таки, Светка, ну, он должен, ведь он отец этого ребенка, он должен, я говорю, так, подожди, стоп. Во-первых, я эту тему никому не разрешала обсуждать, это первое, и второе, я говорю, это, он, ну, что ты начала, как девочка, тут сейчас ломаться, там все, что конкретно не можешь сказать? Я говорю, ладно, хорошо, давай конкретно, на берегу, вот раз эта подруга здесь уже решила все, ну, решила, определила, вот давай конкретно, сейчас мы с тобой на берегу все вот это определим. Короче, мне от тебя, по сути, я говорю, только меня сейчас выслушай, не перебивай, просто молча выслушай, мне никогда от тебя в жизни ничего никогда не нужно было, я никогда ничего от тебя не требовала, никогда у тебя ничего не просила, сейчас на данный момент так случилось, ну, так случилось, ты знаешь, да, как у нас это случилось, и как это произошло, ну, вот так вот оно произошло, я что тебе хочу сказать? Я никогда в жизни не подам на тебя на алименты, это первое. Я никогда в жизни не скажу и не обмолвлюсь словом и нигде не произнесу, что это твой ребенок. Я никогда в жизни не появлюся на твоем пороге, это однозначно. Я никогда в жизни, если ты не посчитаешь нужным когда-то ребенку сказать, что это ты отец, сама я об этом не скажу, это однозначно. Вот все, что я тебе гарантирую, ты меня знаешь, я никогда назад, в заднюю не сдаю. Вот как я сказала, так оно и будет. Никогда я тебя не напрягу и никогда я тебе не скажу, что это твой ребенок и ты мне чем-то обязан. Это однозначно. Конечно же я, конечно же я, взамен, взамен у тебя прошу то же самое. Я не хочу, чтобы когда-то ты меня этим шантажировал. Я не хочу, чтобы когда-то ты пришел и сказал, что это я так решила и отсюда ты сыну своему или дочери не сказала правду. Не надо. Сергей, вот что случилось, то случилось. Ты прекрасно знаешь, что это было сделано не по великой любви. Любви не было никакой. Абсолютно. Это произошло. Это сделалось. И я безумно рада своему ребенку. Я не знаю, какой пол. Ну, для себя, я говорю, я знаю, я уже определила. Он такой, какой? Я говорю, ну, это никого не должно волновать. Я для себя знаю. Он говорит, я тоже знаю. Я говорю, а ты что знаешь? Он говорит, у тебя сын. я точно знаю, что у тебя сын. Я говорю, ну, это здорово, что ты знаешь, молодец. Я говорю, ну, в принципе, на этом и все. Вот так. Я говорю, давай порешаем. Он говорит, почему ты за меня все решила? Почему ты решила все за меня? С чего ты взяла, что я не хочу этого сына? С чего ты решила, что я не хочу находиться с первых минут рядом с ним? Почему ты так решила? Я говорю, потому что я так хочу. И так оно будет. И так оно будет. Вот этот разговор происходил в присутствии вот этой подружки-лягушки, которая присутствовала. И она это все прекрасно знает. Конечно же, конечно же, он меня не оставил в покое. Это однозначно. Он, я на тот момент проживала в частном доме. Я снимала частный дом. Значит, ну, так вот что-то мне хотелось. Знаете, я там поставила детский бассейн, чтобы у меня Артемка как-то вот, ну, радовалась. Лето. Шашлычки, машлычки. Ну, знаете, вот так вот все. Молодые, молодая же. И вот так вот у меня бассейн, там был баня такая хорошая была. Ну, вот так вот мы жили. Конечно же, я правда вам хочу сказать, на тот момент я отказалась полностью от торговли. Я сама себе поклялась и сказала, что я больше никогда в руки не возьму. Это однозначно. Потому что все, второй ребенок, и я не могла больше рисковать. Вообще не могла. Я не могла рисковать первым сыном. И, ну, вот так вот, короче, я сама себе пообещала. Я работала риэлтором, я очень плотно прям работала. Довольно-таки неплохо у нас с подружкой. Ну, со знакомой, скажем, у меня нету ребят, подруг нету, нету. Со знакомой. У нас неплохо так это все получалось. А причем она сама захотела, чтобы мы вместе как-то работали, вместе как-то развивались в этом плане. И у нас неплохо это все получалось. И, короче, я просто, он появился. Появился Сережа. Появился Сережа. После больницы он появился. И я понимаю, что он покоя мне не даст, что он будет постоянно здесь тереться. Но до этого, ребят, представляете, освобождается старичок. А я уже на шестом месяце беременности. Шестой, 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 седьмой месяц. Короче, вот как раз он нашел. Представьте. Он нашел меня в этом доме. И вот так вот. Я дома была. Если он смотрит меня, я была дома. Я не открыла двери. Я испугалась. Правда говорю. Я испугалась не за себя. Я испугалась за дитё, которое я ношу. Я не знала, чем. С миром он пришел. Не с миром. Я не знала. Короче, я не открыла просто. Во-первых, он приехал. Он был не один. Короче, я не смогла открыть. Я видела через окно. Я видела. Я не открыла. Я ревела, блин, потом трындец. Блядь, как я ревела. Такой он красивый. Блин, такой он красивый. Он такой прям весь, такой, блин, такой он статный, с проседью волосы. Ну, такой он высокий. Такой вот он шикарный. Знаете, вот такой вот прям, вот я даже объяснить не могу. Вот так он выглядел. И весь прям вот такой вот, вот такой вот, вот просто конфетка. Мужчина-конфетка. Такой, ну, и, короче, ну, вот так все. Я понимаю, что я не могу находиться в этом доме. Понимаете? Я не могу находиться, потому что старичок знает, да? И этот уже здесь появился. Я, короче, беру, переезжаю. Я беру, переезжаю. Да, и где-то месяца два спустя у меня получается восьмой месяц беременности. Восьмой. Да, восьмой месяц беременности. Ну, где-то вот эти вот два месяца, да, это было шесть, восьмой месяц беременности, где-то два месяца я живу спокойно. Никто меня не беспокоит. Я думаю только о своем детеныше. Я мама, у меня ребенок, я работаю, у меня все благополучно. Я работала до последнего. Я прям до последнего работала. Все у меня нормально получалось, и достаточно было сделано объектов. Хорошо у нас, земля хорошо пошла. Ну, вообще у нас хорошо пошло. То бишь, я понимала, что я могу находиться в декрете, хорошо находиться в декрете, безбедно существовать, при этом снимать жилье. Я могла на тот момент себе это позволить. И вот, представляете, значит, вот так вот я дома. А, я еще себе купила такой мягкий уголок, тогда кожаный. Ну, не натуральная кожа, конечно же, но такой он красивый, с деревом, вот так вот все это сделано, дужки там все, и вот кожаный, короче, такой бордового цвета, такой красивый уголок. И только-только вот мне этот уголок, а не могли его занести, я жила на первом этаже, его не могли занести через, вот, ну, не пролазило там, что-то не пролазило, и мы его через окна, через зал, через окно, мне его только что вот поставили, я вот только все убрала, ну, как всегда, пчелка, господи, все, короче, убрала, все у меня идеальное, везде такая, я кайфую, у меня новый уголок, у меня, я уже напокупала всего, у меня уже кроватка такая шикарная, с балдахином, у меня коляска такая крутая, ну, короче, все, я уже затарилась, ой, ребята, девчата, короче, у меня чего только у Никитки не было, всякие бутылочки навороченные, новокрученные, как-то там разогревать, подогревать, короче, всякие такие банки, куда там ставишь, включаешь, все это подогревается, короче, ну, все, пеленки, распашонки, у меня вот так вот, до потолка, наверное, только этих было, не поверите, подгузников, всяких, ну, короче, затарилась, на всякий случай, знаете, жизнь такая штука, короче, я всего назатарила, назатарилась, значит, единственное, что я вот еще, как я его буду забирать с роддома, я это еще ничего не покупала, вот у меня уже было все, кроме вот этого, значит, я не знаю, у кого какие приметы, у меня такие приметы, главное, в чем ты забираешь ребенка, заранее не покупать, это мне купили тогда, когда я родила, я просто показала Маше, какой комплект мне купить, что мне купить, и мне все, Маша, моя сестра купила, короче, ладно, и, значит, ну, вот так вот мы, я сижу на кухне, что-то пью сачок, знаете, такая довольная, счастливая, все у меня так благополучно, складывается, все так у меня хорошо, а, нет, ребята, ребята, нет, нет, это, сейчас немножечко мы это упустим, иначе я потом не смогу, ведь у меня появилась мама, ребят, ведь у меня появилась мама, короче, мы с моей подружкой, нам, у нас клиенты, проблема была в квартире, короче, в одной квартире мы не могли найти клиента, сестра есть, проживает там, а брат пропал, непонятно куда делся, непонятно куда пропал, ну, короче, пропал, нам нужно было его найти, так как сестра, она хотела продавать эту квартиру, короче, ему что-то нужно было предоставить, она хотела, ну, не хочет человек жить, вместе со своим братом. Тем более, брат, она, ну, нормально. И вот мы в поисках, короче, нам говорят, вы знаете, скорее всего, что он на городской свалке. Представьте, ну, вот алкаши, с кем общаешься, и вот они нам говорят, скорее всего, что он на городской свалке. И мы, короче, с моей подружкой поехали туда, на городскую свалку. Представьте. Короче, приезжаем, вот мы там, а у нас есть же его, это фотографии, все. И вот мы там лазаем, ходим его, ищем. Короче, у бичей там спрашиваем, видели, нет. Они говорят, видели здесь, да, Витька здесь, мы его видели, там, все. Ну, иди, скажи Витьке, пусть подойдет сюда, срочно он нужен, Витька. Че этот Витька? А такой, знаете, молодой парень. Парень молодой такой, высокий, здоровый парень. Еще я помню, мы когда его увидели, ну, подружка мне такая говорит, представь, говорит, вот отмыть его, помыть, ты посмотри, какой красавец. Блин, это надо, нет, это че, это он себя, вот. И все, и ни в какую не хочет, ничего ему не надо, все, он, знаете, молча все это сделал, все подписал и вернулся назад на свалку. Он ничего, он не хотел нормально, ему устраивала жизнь на свалке. Прям полностью устраивал. И вот так вот мы, короче, с ним, там, решаем вопросы, там, когда, ну, что нам нужно будет его отмыть, помыть, что все, короче, что сестру мы сюда привезем, чтобы он никуда не сквызнул. Он говорит, все, все, я согласен, там, все, сестру давно не видел, хочу сестру увидеть. Короче, ладно, мы договорились, и ты знаешь, смотрю, вот так вот стоит женщина какая-то, вот так на меня смотрит. Смотрит, смотрит эта женщина, все стоит, смотрит. А меня чаще всего всегда ребят узнавали по голосу. Меня вообще всегда узнают по голосу. И раз она такая ко мне подходит, и такая говорит, дочь, я так устала, забери меня. Я вот так на нее смотрю, я говорю, мамка, ты что ли? Она говорит, да. Я говорю, так, а ты что здесь делаешь-то? Ты что, с ума сошла? Ты почему здесь? Она говорит, я приходила к тебе, ты там не живешь. Я говорю, блин, мамка, и долго ты здесь? Она говорит, долго, устала уже, не могу, сил нету. Короче, мы с подругой, представьте, на городской свалке, ребята, я вам клянусь, а просто я свою мамку нашла на городской свалке. Короче, мы с подружкой на заднее сиденье полностью там все расстелили, мешковина какая-то, короче, расстелили, мамку посадили. Все, я говорю, мамка, сейчас сначала едем, блядь, через баню, ну, я не могу тебя домой. Она же видит, я в положении, я говорю, во-первых, я в положении. Во-вторых, ну, мальчишка маленький, это как у Настя, Машка. Я говорю, блин, надо это, а надо, я на все согласна, я на все. Короче, я заказываю баню, сауну полностью, а там с парикмахерской, короче, мамка подстригается, я закупаю все вот эти от шеи, от блох, от всего, все эти препараты, короче, она у меня часа 4 там парится, моется, отмывается, все полностью, новые шмотки, тут же мы выходим, ее красят, волосы ей покрасили, короче, все, машину села уже, короче, я тебе говорю, не узнаешь, уже трындец, я тут золотишко там подоставала, сережечки ей одела, колечки, короче, все, маму не узнаешь, я ее везу домой к детям, все, мне надо, чтобы прям вот, конечно же, я долго очень Маше про это даже не говорила, не рассказывала, что вот так вот мамку нашли, короче, это, все, я вот ее привезла, привезла, значит, мамка у меня уже живет, все нормально, обжилась, все хорошо, с Артемкой там, ну, вот так вот все, мы, короче, готовимся к рождению Никитки. И вот беды не чую, я сижу на кухне, вот так вот пью, короче, то ли сок, то ли чай, не помню, что уж я там пила, не помню, не буду врать, короче, сижу, и вот так вот голову в окошко поворачиваю, и стоит Сережа со своим другом, представьте. И я, а я уже на восьмом месяце беременности, представь, там вот такой вот живот, там не развернуться, не повернуться, и у меня такая кухонка какая-то была такая, знаете, там не развернуться, и я, короче, как могу, вот так, а первый этаж, и вот так вот наклоняюсь, прям наклоняюсь, что, ну, чтобы меня не увидеть, а друг такой стоит и орет, и говорит, я нашел ее, Серый, все, можешь не спрашивать, а тот с кем-то разговаривает стоит, а у меня форточка открыта, мне все слышно, он говорит, можешь не спрашивать, не узнавать ничего, а я потом прислушаюсь, слышу, он говорит, да она в положении, ребенок с ней, короче, девчонка лет 15-16, короче, вот недавно только заехала, недолго, она только вот буквально там с каким-то мужиком стоит, разговаривает. Он говорит, да не надо, я ее нашел. Тут такой раз аж прям сразу, знаешь, такой, говорит, где? Говорит, да вон, посмотри прямо. И я стою в окне, а что уже, куда прятаться? Я вот так встала в окне, стою, смотрю. И он мне такой, говорит, откроешь? Я говорю, нет. Я говорю, тебе зачем? Вот ты для чего вообще? Он говорит, блядь, я тебя два месяца искал. Я тебя два месяца искал. Я просто в шоке. Я в шоке от того, что ты живешь в двух шагах от меня. Представь. Ты сама сюда приехала, ты сама меня ищешь везде. Ты, получается, что, ну, автоматом ты просто даже не подозреваешь, а я живу вот здесь вот вверх подняться, говорит, вот прям два шага. Короче, я в шоке. Я вам клянусь, я до такой степени была в шоке. Я вообще думала, что всю жизнь остановилась. Блин, и почему это со мной происходит? И почему я вот вообще ничего понять ни хрена не могу? Короче, друган этот его стоит и говорит. Вовка, царство ему небесное, нет уже. Стоит и говорит. Свет, ну, запусти, ну, что ты, ну, мол, типа мы здесь уже, это, там, ну, чай попьем, посидим, поговорим. Ну, что, как дети малые-то? Ну, что сейчас? Это же, его же тоже вроде как это касается. Не только тебя, почему ты так. Короче, и ладно, чтобы вот это на улице все это не оралось, я, конечно, запускаю, запускаю. Заходят они там, все, этот сразу на колени. Ну, как актер, господи, актер. Актер еще вот этого Погорелова театра, знаете, вот такой актриса, прям актриса такая. И вот так вот он на колени тут-то что-то передо мной упал. Там, давай, что-то за колени меня хватает. Что-то, мол, типа, прости там. Ну, короче, вау, мамочки. Я вот эти все цирки насмотрелась в своей жизни вообще. Короче, ладно, вопрос не в этом. Вот так мы сели, короче, разговариваем. Ну, в зал я их, конечно, потому что кухонка у меня такая, знаете, там места не хватит. Короче, сели в зал, я их, значит, кофем, там, чаем, кофем. Пою, там, бутерброды нарезала. Короче, мы разговариваем. Он говорит, тебе рожать уже скоро. Я говорю, я знаю, я знаю, что мне скоро. Он говорит, и я знаю. И я знаю, что тебе рожать. Я должен находиться рядом. Я говорю, ну, с чего загуляли-то вдруг ты будешь находиться рядом? Я говорю, ты что, гонишь, что ли? Я сама благополучная. Я говорю, пожалуйста, я тебя очень прошу, не мотай мне нервы. Не надо мне сейчас мотать нервы. Не нужно мне сейчас ломать все, что я сама себе настроила, свои замки вот эти, которые у меня есть в голове. Не надо мне сейчас ломать своими какими-то, вот что ты сейчас там надумал себе. Он говорит, я тоже буду присутствовать. Ну, это мой ребенок, и я буду присутствовать. Я на это имею полное право. Не только ты. Я говорю, ты почему такой на это? Вот скажи, вот представь, вот кто меня вот сейчас, вот если кто был, вот в подобие даже ситуации. Я уверена, вы меня сейчас понимаете. Блядь, у меня на тот момент столько нервов было и злости у меня до сих пор. Вот до сих пор я вспоминаю, у меня столько злости, столько, блин, ненависти к этому. Блин, вообще я даже объяснить не могу. Вот меня так это тронуло, вот, блин. Я говорю, ты вообще, ты с чего вообще решил, что ты будешь присутствовать? Мне вот это вот непонятно. Он говорит, потому что это мой ребенок. Мне прям вот так вот, я вот никогда это не забуду, я прям вот так вот, потому что это мой ребенок. Прямо меня вот так это все раздражало. Короче, у меня вот вообще, у меня до сих пор вот это раздражение прям идет. Короче, это, ладно. Ну, я понимаю, что это бесполезно все спорить вот сейчас, на данный момент. У меня уже мысли в голове, план. У меня уже созрел план в голове, что я уже сама себе думаю, так, все, раз таким, у него, раз это гнида решила таким, все, я переезжаю. Все, у меня сразу мысли. И он мне такое, ну, вот только я вот так подумала, он мне такое говорит. Ну, если ты надумала, что ты сейчас сквызнешь куда-то, бесполезно. Я недалеко здесь. 24 часа я буду находиться вот здесь вот рядом, пусть не у тебя в квартире, но рядом вот на лавочке, неважно где, но я буду находиться здесь. Ты уехать не сможешь, переехать ты не сможешь. Да и вообще, зачем тебе это все? Я же не, я понимаю, что я тебе не нужен. Я это понимаю. Я понимаю, что мы с тобой быть вместе не можем. Но ребенка ты меня лишить не сможешь. Представьте. Представьте. Вообще, я вот так вот все это слушаю, у меня аж прям, вот я тебе говорю, у меня холод до сих пор идет. Я, ну, вот я понимаю, теперь вот я на тот момент, вот я прям понимаю, когда, вот я находилась в 8 лет в зоне, и я понимаю, сколько там женщин сидят за убийство. Понимаете? Я прям понимаю вот этих женщин, потому что вот только в такие моменты, вот именно в такие моменты, ты начинаешь все это, у тебя в голове такое начинает происходить, что это трындец. А у меня происходило именно на тот момент, что пытаются поделить мое, мое пытаются поделить, мое пытаются поделить. Короче, ребят, я пережила очень, ну, это было серьезно. Я ему постоянно говорила, говорю, слышь ты, козлина, если мой ребенок будет болеть, и что-то у него будет, то это будут только все, все беды, если мой пацан, а вот сейчас мой пацан в больнице лежит, и я этого шакала опять тысячу раз уже прокляла. Да, клянусь вам, клянусь вам, потому что, ну, я знаю, я ему говорила, ты мог бы просто подождать, не появляться, ты мог бы дать мне просто родить. Сейчас, даже разговаривая спокойно с тобой, у меня столько поедаются во мне нервных клеток, ты даже себе представить не можешь. Ты решил прийти со мной поделить мое. И вот правда я говорю, я до сих пор его не могу не простить, до сих пор я его виню. Никитка у меня заболел маленько, хоть чем-то, виноват он во всем, во всем виноват. Я ему и тогда сказала, все болезни, которые будут у моего сына, не дай бог они будут, это все будет виноват, во всем будешь ты. Потому что ты не дал мне спокойно родить, спокойно родить моего ребенка, ты не дал. Ты появился своей вот этой лысой башкой, своей рожей вот этой, ты здесь появился. Ну ладно, короче, вот как бы там ни было, вот так вот у нас, короче, все это. И действительно, ребят, самое что интересно, ведь этот ублюдок, ой, господи, конечно, столько лет прошло, а я не имею права его сейчас оскорблять, и тем более это, как ни крути, это отец моего сына, ребенку уже 16 лет. Ну, в принципе, я Никите никогда не говорила за него что-то плохо, ну, потому что не хочу и не имею права, не считаю нужным этого делать, настраивать. Сейчас я просто рассказываю историю, свои чувства, что было со мной. Ну, Никиту я ни в коем случае не настраиваю против, нет, пусть меня Господь покарает. Нет, никогда не настраивала и настраивать не буду. Захотят они видеться, общаться, это их и направо. Я не имею лезть сюда вообще и не буду этого делать. Просто ведь действительно он вот так вот находился, можно сказать, 24 часа, просто вот так на лавочке. На лавочке он вот находился, постоянно сидел напротив моих окон, всегда. Я иногда вот так выходила, ему говорила, слушай, ты спать-то хоть ходишь вообще, нет? Он говорит, хожу, не переживай. А, ну ладно, молодец. Ладно, короче, ребят, вот такая была у меня серия, потому что это прям сильная такая личная. Немножко я здесь понервничала с вами. Ну, никуда от этого не деться, вот так вот оно все и есть. На этой минуте я заканчиваю. Значит, в следующей серии подходим к родам уже. С каждым разом все ближе и ближе. Это тоже будет очень интересная серия, потому что, ну, такое, такое только может, я вообще не знаю. Ну, как такое вообще может быть? Так что с вами была бывшая. Я вас безумно люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok